В начале недели в администрации состоялось пятое заседание Совета депутатов Ленинского муниципального района. Повестка дня депутатам была уже известна заранее, поэтому собрание сразу началось с обсуждения намеченных тем. Основным докладчиком выступил Иларион Вареник, который рассказал всем присутствующим о новом порядке предоставления жилья детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей. Подробности в репортаже Юлии Погасьян. По закону Российской Федерации, каждому ребенку, сироте или оставшемуся без попечения родителей по достижению 18-летнего возраста государству обязано предоставить жилье. Деньги на покупку квартиры выделяются из федерального бюджета, а жилая площадь передается выпускникам детских домов по договору социального найма. Однако с 1 января 2013 года в закон были внесены поправки и создан специализированный фонд, который теперь существует в бюджете каждого района. В него ежегодно поступают денежные средства в соответствии с количеством достигшихся вершинолетия сирот. На каждого ребенка предусмотрено 33 квадратных метра жилого помещения стоимостью около 100 тысяч рублей за метр. Но что делать, если однокомнатные квартиры, как, например, в Ленинском районе, в основном имеют площадь около 40 квадратов, доплачивать из районных средств? Эта тема у депутатов вызвала бурную дискуссию. Учитывая, что наш бюджет и без того сильно сократили, эта поправка значительно уменьшит возможность развивать другие стороны жизни. Но все, как один, сошлись во мнении, что детки с такой сложной судьбой должны быть обеспечены собственной недвижимостью и единогласно все проголосовали за. У нас есть понимание, что у нас в этом году будет примерно 5 детей-сирот. Мы должны будем обеспечить жилье. Я думаю, что это где-то начнется со второй половины года. Еще одной темой для обсуждения стал доклад, подготовленный депутатом по 16-му избирательному округу Натальей Соловьевой. В своем выступлении она в который раз обратила внимание на проблему ветхого жилья в сельском поселении Развилковское. Как отметил докладчик, большое количество домов поселений нуждается в немедленной реконструкции. Необходимо расселять такие здания и строить на их месте новые. Надо сказать, некоторые помещения уже расселили, но никто не торопится что-либо с ними делать. От этого они стали отличным кровом для асоциальных слоев населения. Там бомжи, наркоманы, а рядом находится детский центр «Гармония», что самое ужасное. Дети ходят и находятся рядом с этим разогрошенным зданием. Вот его нужно снести, построить дом для расселения. В конце заседания на голосование было вынесено решение о приосвоении председателю Совета депутатов района Валерию Венцелю классного чина звание, подтверждающего уровень профессиональной подготовки работника госструктуры, соответствия занимаемой должности и пригодности должностного лица. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Виднет-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова